Добрый вечер. Мне немного неловко говорить о чем-то в свете последних новостей печальных, как будто ничего не происходит, но поскольку мы давно договаривались об этой лекции, я буду рад поделиться несколькими мыслями, которые мне кажутся важными. Сегодня я бы хотел поговорить о таком типе таламудического текста, который отчасти связан с аллахической темой этого времени года, этого периода. Как многие знают сейчас, период, который называется Сферат Аомер, это отсчет 7 недель или 49 дней от дня, в который в Иерусалимском храме приносили такую хлебную жертву из ячменной муки, которая называлась Омер, то есть переводится как Сноб ячменя. Этот отсчет начинается со второго дня праздника Песах, который недавно закончился. После того, как приносили эту жертву в храме, разрешалось есть, например, зерно нового урожая Хадаш, а после как заканчивался этот отсчет 7 недель или 49 дней наступал праздник Шевод. Всем известно, что этот отсчет начинается во второй день праздника Песах, но если открыть Тору в книге Ваекра, в главе Эмор, там о Песахе напрямую ничего не сказано. Что там сказано, а сказано там следующее, значит, глава 23 стих 15 «Усфартэм лахэм и махарата шаббат ми йом авиахэм э э омер от тумфа шеба тумфа шеба тумимот тиена» Если понимать этот стих буквально, просто как то, что там написано, то отсчет нужно начинать после шаббата Понятно, что поскольку эта заповедь помещена в Торе в главе Эмор среди других заповедей праздников после главки, то есть абзаца в тексте, который посвящен Песаху и перед другой главкой, которая посвящена Шеводу и дальше, значит, еще один фрагмент текста посвящен Сукоту, то есть праздникам в том порядке, в котором они появляются в еврейском календаре понятно, что этот отсчет хронологически, на самом деле, может быть, это не так понятно, как мы увидим в дальнейшем, но если просто читать этот текст таким наивным взглядом наивного читателя, то понятно, что этот отсчет должен начинаться когда-то примерно после Песаха Но о том, что означает вот это вот слово «шаббат», от которого Тору предписывает отсчитывать 49 дней, есть в Вавилонском Талмуде в трактате «Миноход» огромный спор на целый лист, что, может быть, не такая уж редкость, но пока не менее, за один из таких больших споров в Талмуде который частично, по крайней мере, наполовину представлен как разговор еврейских мудрецов Танаим, да, то есть мудрецов времен Мишны, ранних мудрецов и, по всей видимости, тоже мудрецов, просто их так не принято называть в этом контексте, но, в общем, каких-то тоже ученых людей из секты Баетусеев это была одна из множества сект, которые существовали во времена храма, представители которой отрицали устную традицию, на которой основан современный иудаизм из которой вообще возникло то, что вот называется раввинистическим иудаизмом, то есть вторая часть Торы это толкование того, что написано в Писании и вот эта вот секта Баетусеев эту традицию отрицала, они, как и многие другие секты, Саддукеи, может быть, Исеи, на самом деле, не очень вообще понятно каких именно взглядов придерживались эти секты и чем они друг от друга отличались, на это еще существуют разные мнения ну, в общем, как бы то ни было, по крайней мере, в контексте Талмуда, в том, как Талмуд их представляет это какие-то люди, которые очень хорошо знают текст Писания, но при этом отрицают устную традицию его толкования значит, и в этом споре, в трактате Миноход, вот эти вот Баетусеи утверждают, что на самом деле, то, что написано в этом стихе, что 49 дней и 7 недель нужно отсчитывать от Шаббата то есть речь здесь о настоящем Шаббате, седьмом дне недели, а не о первом дне праздника Песах и, соответственно, нетрудно посчитать, что, по их мнению, Шаббат, который приходится на 50-й день после начала отсчета всегда выпадает на первый день недели, то есть в еврейской неделе на воскресенье потому что, если вы отсчитаете 49 дней, значит, 49-й день будет Шаббатом соответственно, следующий день, когда Тороп предписывает праздновать Шаббат, воскресенье по их мнению, это фиксированный день недели в календаре так, как я уже сказал, это очень обширный спор, вероятно, на мою память, может быть, один из самых обширных таких споров но в действительности споры мудрецов, таких мейнстримных талмудических мудрецов то есть наследников вот этой вот устной традиции толкования и всяческих ее отрицателей включены в Талмуд в большом множестве, не только в Талмуд, в Медраши, вообще во все тексты этого периода отрицатели устной традиции, оппоненты мудрецов в этих спорах, это не всегда будет усеять часто это саддукеет, сдуким, которых я упоминал те, кого Талмуд называют миним, то есть еще какие-то вероотступники на самом деле здесь еще существует такая проблема, что иногда, например, если в тексте понятно, что речь идет о ранних христианах по цензурным соображениям наименование вот этих вот группы, группы этих оппонентов изменяли в переписываемом тексте или в печатных изданиях так что, в общем, не всегда понятно, кто конкретно это был но, в общем, я думаю, что для наших целей это и не совсем важно то есть это были просто какие-то люди, которых пока не мере еврейские мудрецы считали вероотступниками или сектантами, которые не признавали половину Торы ее вот эту вот устную традиционную часть, которую до определенного времени нельзя было записывать и поскольку, в общем, на самом деле весь Талмуд это конспект споров я бы хотел сегодня, прочитав несколько отрывков из Вавилонского Талмуда и из Иерусалимского Талмуда обсудить, чем споры мудрецов между собой, из которых Талмуд состоит по большей части отличаются от вот таких вот споров с какими-то другими внешними оппонентами зачем вообще Талмуду иногда требуется включить в свой текст такие споры с каким-то внешним противником потому что, на первый взгляд, это очень странно на первый взгляд, это не имеет никакой прямой логической цели да, возможно, это какой-то интересный культурный факт, что такие споры действительно были что мудрецы спорили не только между собой, были открыты для каких-то межконфессиональных споров вообще, если это можно считать межконфессиональным спором тоже не очень понятно, где проходит эта граница это, мне кажется, довольно как бы флюидная какая-то область не совсем ясно, где в то время заканчивался иудаизм и начиналось что-то другое и насколько это какой-то образ, который складывался в результате позднейших редакций в общем, как бы то ни было да, это действительно представляет культурологический интерес но непонятно, зачем Талмуду, который довольно экономно, как правило, относится к пространству текста и ко времени, которое нужно для его изучения зачем ему иногда требуется включать вот такие вот споры которые, казалось бы, не столько участвуют в процессе установления Аллахи сколько являются такими полемическими фрагментами, как бы адресованными как кажется, хотя, может быть, это и не так, как мы видим в дальнейшем к внешней аудитории но на самом деле я думаю, что я не хочу говорить о какой-то социальной действительности которая стояла за этими спорами хотя это довольно важная область исследований в том, что называется Jewish studies это какие-то известные факты, на самом деле даже не обязательно заниматься для этого иудаикой чтобы знать, что, например, коины в храме часто бывали с эдукеями с дукем, да, это видно даже в Гмаре, например, в трактате Сука в конце, ближе к концу, на листе, по-моему, 48b есть известный рассказ про то, как толпа видимо людей, которые придерживались, условно говоря, вот раввинистической традиции того, что впоследствии стало каким-то привычным нам иудаизмом как эта толпа закидала этрогами это был в праздник Суккот и у всех были этроги, то есть плоды видимо цитрона, как это называется и, значит, люди закидали коины, которые служили в храме этими этрогами потому что он, как написано в Талмуде, возливал воду себе под ноги о чем здесь речь, есть такой закон, что в Суккот в храме нужно было на специальный жертвовник возливать воду, это так называемая Аллахали Мишеми Синай то есть какой-то закон, который в каком-то смысле воплощает вот эту устную традицию которую они отрицали, да, это то, что, как верят ортодоксальные евреи Миша получил на горе Синай, какой-то закон, который Миша получил на горе Синай от Бога но при этом у него нет опоры в Писании то есть это что-то, что вообще никак не связано с письменным текстом Торы такая Аллаха, которой передавалось многие поколения по традиции естественно, все эти секты ничего подобного не признавали и поэтому этот коин, который там служил, отказывался выполнять то, чего, по его мнению, не было в Торе то есть возливать воду на жертвовник поэтому он просто вылил ее на землю и это вызвало раздражение у толпы еще многие другие примеры, например, Мишна в трактате Пара рассказывает, что перед сожжением рыжей коровы это такой очистительный ритуал если человек оскорнился ритуальной нечистотой, трупной чтобы ему очиститься и, например, снова сможет сходить в храм или есть мясо жертв ему нужно было, чтобы его окропили водой, с которой смешан пепел сожженный рыжей коровы так вот, значит, это очень сложный, непонятный нам ритуал со множеством всяких устражений так вот, в этом Мишне рассказывается, как мудрецы специально оскверняли ритуальной нечистотой коина, который должен был проводить этот ритуал чтобы он накануне этого ритуала то есть не накануне даже, а в тот же день, чтобы он окунулся в Микву, в ритуальный бассейн и пошел его совершать почему? потому что они хотели показать Дзукем, Саддукеем что человек в таком статусе двульем это человек, который окунулся в Микву, но еще окунулся в Микву днем, но еще не дождался вечера он сохраняет какие-то остатки ритуальной нечистоты и только вечером, когда заходит солнце и появляются звезды он становится полностью ритуально чистым так вот, такой человек двульем годится, в принципе, для того, чтобы проводить ритуал очищения с помощью пепла рыжей коровы но Саддукеев это не верили, поэтому мудрецы, чтобы убедить их, специально оскверняли коина и заставляли его окунуться чтобы показать, что достаточно даже такого неполного очищения для проведения этого ритуала в общем, есть еще много таких примеров, во всяком случае, из этого видно, что эти споры с Саддукеем были не только чисто академическими вообще, на самом деле, довольно интересно себе представить везде, где рассказывается об этих спорах, не очень понятно, в каком социальном контексте они происходили в, не знаю, в Яшиве, на какой-то публичной лекции или просто где-то, или просто мудрецы встречались с этими сектантами и что-то с ними обсуждали в общем, как бы то ни было, понятно, что это была какая-то важная часть тогдашней действительности и тогдашнего вот аллахического дискурса давайте называть вещи своими именами и рассказывается, например, в трактате Недара есть история про то, как первосвященник не больше не меньше стоял, разговаривал с тоже каким-то Саддукеем неназванным на улице и у того изо рта брызнула слюна и попала на его одежду и вот в Талмуде написан такой очень яркий рассказ про то, как этот священник от страха его лицо позеленело он помчался к жене этого Саддукея спросить, соблюдают ли они всякие законы, связанные с ритуальной нечистотой во время менструации потому что, если бы они их не соблюдали потому что многие из них также основаны на устных толкованиях то слюна этого Саддукея оскверняла бы коину ритуальной нечистотой ему тоже нужно было бы проходить процесс ритуального очищения и значит, вот он помчался к его жене испуганно и она подтвердила, что на самом деле они все соблюдают как нужно на самом деле не очень понятно, почему он вообще обсуждает комментаторы почему он полагался на свидетельство женщины которая, как правило, в суде не годится для свидетельства чему есть разные объяснения есть, по-моему, те, кто объясняет, что поскольку он там так описывается, что он поспешил туда, прибежал к ней прежде, чем туда пришел ее муж и поскольку она вообще не знала подробностей произошедшего это не было свидетельством, а просто было каким-то сообщением есть те, кто объясняет, такой комментатор Памаруха Ланер 19 века на этот трактат объясняет, что на самом деле этот первосвященник побежал к своей жене и она сказала ему, что точно знает, что саддукейские жены соблюдают все связанные с этим законом в общем, как бы то ни было, мы видим, что даже первосвященник мог о чем-то там не написано, что он спорил о чем-то, не приводится задержание их разговора написано, что он просто стоял на улице и разговаривал с этим саддукеем то есть явно это было что-то абсолютно нормальное и из более позднего времени есть известный тоже рассказ в трактате Шаббат про то, как мудрец Рава изучал какую-то тему был настолько поглощен учебой, что который ему не давалось, он ничего-то не понимал он был настолько поглощен этим, что впился себя руками в бедра и расцарапал себя до крови значит, тут его увидел какой-то тоже еретик, вероотступник там не уточняется, какие у него конкретно были взгляды но он попытался узнать, зачем то есть я подозреваю, что, наверное, он был каким-то прото-христианином или чем-то таким, потому что там он спрашивает зачем вообще еврейский народ принял Тору если она настолько непонятна и мучительна там Рава ему что-то ответила в общем, как бы то ни было, из этого рассказа тоже видно что такая коммуникативная ситуация разговор мудреца с вероотступником была и во времена Мишны то есть, видимо, и даже во времена храма когда был правосвященник то есть на каком-то совсем раннем этапе и позже во времена Гмары Равы это все-таки уже вавилонский Амурайм то есть какие-то относительно поздние века в хронологии Талмуда в общем, это была абсолютно нормальная коммуникативная ситуация и мудрецы постоянно в разных контекстах сталкивались с этими вот другими носителями вот этого ужасного, на их взгляд, мира понимания что Тору это только то, что написано а все остальное это то, что придумали раввины есть такая точка зрения и, как мне кажется, из этого видно что вот эти вот споры с Дзукем, с Баэтусеями и с разными другими сектантами которые включены в Талмуд хотя это нам может показаться чем-то похожим на, например, средневековые религиозные диспуты в которых мудрецы еврейские, например, Рамбан ну и вообще есть несколько таких известных диспутов они спорили либо с христианами либо с крещенными евреями о каких-то основах веры то есть, как мне кажется вот эти вот споры в Талмуде это какие-то интеракции совершенно другой природы это не постановочные споры это что-то, что было в ткани жизни в нормальном каком-то распорядке дня мудреца и поэтому понятно отчасти почему Талмуд фиксирует эти споры как какую-то естественную и привычную часть тогдашней действительности но я бы все-таки хотел поговорить не о настоящих коммуникативных ситуациях и не о том, насколько они отражают то, как это происходило тогда о том, как эти разговоры записаны в Талмуде и что текст Талмуда, который как-то определенным образом фиксирует эти споры говорит нам о тогдашнем отношении ко всем этим сектантам и вопрос, который мне кажется еще более проблематичным это то, зачем эти споры вообще там записаны потому что, с одной стороны, их иногда принято расценивать как такие абсолютные доказательства веры в которых мудрецы всегда побеждают но как мы вскоре увидим доказательства которые еврейские мудрецы в этих спорах приводят чтобы опровергнуть какие-то ложные, как им кажется, воззрения этих сектантов в общем, они едва не могут убедить в чем-то человека для которого всей этой раввинистической устной традиции просто не существует и не только такого человека вообще, на самом деле, если расценивать это как спор а не просто как какой-то нормальный талмудический дискурс то, мне кажется, что риторически часто эти аргументы выглядят просто довольно слабыми если к ним не критически подходить заведомо зная, что еврейский мудрец всегда победит какого-то сектанта это напоминает популярное отношение к книге Кузари раби Иуды Оливии, в которой в форме диалога с хазарским царем излагаются какие-то основы еврейской веры и доказывается ее истинность тоже часто принято как-то не критически относиться к этим доказательствам хотя, как мне кажется, некоторые из них настолько легко опровергнуть что становится очевидным, что на самом деле эти доказательства написаны там не потому, что они казались ее автору какими-то абсолютно истинными и неопровержимыми а для чего-то другого точно так же споры с Дукем, возможно, написаны для чего-то другого а не для того, чтобы доказать, что евреи правы и вот я бы хотел разобраться, для чего именно может быть, я не прав, но мне кажется, что у меня есть какое-то подобие ответа на этот вопрос и начнем мы с суги, о которой я уже сказал сталмудического обсуждения в трактате «Миноход» на листе, целый лист практически начинается на листе 65А заканчивается на листе 66А обсуждение, посвященное тому, с какого момента начинается отсчет Омара это глава в тракте «Миноход» Миноход — это хлебное жертвоприношение в храме были животные жертвоприношения хлебное жертвоприношение значит, весь этот тракт посвящен хлебным жертвоприношениям и вот вся вот эта вот глава, где появляется это обсуждение посвящена заповеди жертвоприношения омар и разным сопутствующим вопросам и вот значит мара обсуждает спор еврейских мудрецов и быту сеев о некоторых законах это заповеди в частности как мы сказали быту сея по своему расчету считали что праздник живот всегда приходится воскресенье на следующий день после шаббата потому что в тоже написано читайте вот шаббата значит нужно читать 49 дней мы снова оказываемся попадаем на шаббата и значит следующий день это живот понятно что видимо речь идет о шаббате песах то есть о том что мы бы сейчас назвали шаббат холямоид песах и в общем живот это всегда воскресенье по их мнению с этого начинается это обсуждение и после этого утверждения гмара рассказывает как робан йоханн бензакай тана который жил в конце эпохи второго храма и какую еще какое-то время после его разрушения и который вообще есть еще возможно один или даже несколько его подобных споров с отрицателями устной традиции которые записаны в талмуде например в тактате баба баттера есть очень похожий спор где-то в сто десятых листах и экселент очень помню значит вот так написано что он ввязался в этот спор до вступки там приводится вот этот мнение будет усеев и говорится что робан йоханн бензакай ввязался вступил этот спор и воскликнул говорит безумцы чего вы с чего вы это взяли с чего вы взяли что шивот приходится на воскресенье видимо опять же интересно в какой ситуации это происходило потому что мара говорит что ему никто не отвечал пока некий старец который начал что-то мара пользоваться таким сильным языком до высмеивающим на пока он не начал болтать что-то ему в ответ значит никто не отвечал пока вот этот болтливый старец не сказал что маша настолько любил еврейский народ что специально установил шивот сразу после шаббата всегда в любой год чтобы евреи наслаждались два дня подряд потому понятно тогда сейчас сейчас мы в диаспоре празднуем шивот два дня тогда это был один день соответственно если установить его после шаббата получается что вот двойной праздник до шаббата и сразу после него еще йомтов такой странный довод он приводит очевидно что гмара очень гротескно это изображает чтобы показать насколько он глупо насколько ничего не понимает и действительно робан йохан бензакай тоже отвечает ему в том же ключе чтобы еще больше его вы смеете вы выставить его еще большим дураком он отвечает ему что как же так если мужа так любил еврейский народ что же он водил его по пустыне 40 лет после этого вопроса даже этот старец удивился да что что это за такое бессмысленное возражение когда же видим ожидал какого-то более сильного ответа робан йохан бензакай сказал ему что на самом деле это просто бессмысленный ответ на бессмысленное утверждение а вот наша совершенная тора не подобно вашей пустой был давне то есть у нас есть настоящее доказательство но в разговорах с вами мы пока не верит поначалу не снисходим до того чтобы чтобы их представлять но сразу же после этого робан йохан бензакай приводит такой довод на самом деле не очень понятно в талмуде об этом умалчивается ли к в общем это как-то неоднозначно написано происходило ли это тогда же или это просто какой-то довод который привел в ответ на воображаемое утверждение отрицать или устной традиции ну как бы то ни было вся эта судьи во всей этой семье это представлено как вот такая реакция на утверждение будет усеев что умер нужно отсчитывать с исхода шаббата после песоха значит и робан йохан бензакай тут же объясняет почему на самом деле это не так почему нужно отсчитывать эти дни именно со второго дня праздника да он говорит что на самом деле как мы знаем в торе написано про отчет омара дважды в первый раз написано что нужно отсчитывать 7 полных недель вот в стихе которыми процитировали да в еще в другом стихе написано что нужно отсчитывать 49 дней да то есть как есть такие две системы отсчета системы измерения не очень понятно зачем они нужны вот робан йохан бензака объясняет что стих в котором написано про 7 недель говорит о годах когда песок приходится на шаббат и тогда действительно отсчитав 7 недель мы снова окажемся шаббате и соответственно следующий день будет шаббатом а стих в котором написано он там пятьдесят дней на самом деле имеется виду 49 говорит о годах когда песок начинается посреди недели и таким образом мы видим что все равно в любом случае нужно отсчитать 49 дней то есть у нас есть два противоречивых на первый взгляд стиха он говорит что на самом деле нет здесь нет никакого противоречия просто они оба сообщают нам что в любом случае нужно нужно считать определенный промежуток времени от определенной даты хотя на самом деле мы знаем что есть власть есть разные сомнения о том что мы как поступать на человеку если он забыл посчитать дни посчитал только недели и наоборот забыл посчитать недели посчитал только дни то есть сейчас мы практически считаем что заповедь это отсчитывать и дни недели но как будто не было робан йохан бензакай говорит вот так вот что на самом деле два стиха нужны чтобы показать что в любом случае отсчет должен начинаться с со второго дня праздника песок и после этого гора приводит еще несколько мнений других то на им которые тоже отвечают как бы будет усеем но при этом они не согласны и с самим робаном йоханом бензакай который считает что на самом деле это правило этот закон что сфера там их начинается со второго дня песок учатся из каких-то других источников вот первый из них тарабей лезер он приводит такое доказательство интересное данное что просверата умр значит написано что нужно сосчитать эти дни себе что такое все что такое себе имеется ввиду что бэдин санэдрин то есть суд должен тоже ввести этот счет поскольку шаббат обычный шаббат седьмой день недели никак не зависит от установления суда зато в те времена календарь зависел от того когда суд освещал новомесячий соответственно соответственно конкретные дни и даты праздников тоже от этого зависели подобно тому как заповедь отчета омара вверена суду начало этого отсчета тоже должно быть в день который вверен суду который устанавливает суд да то есть в емтов они в шаббат потому что шаббат и вообще недели это какая-то как бы параллельная календарная система да они никак не зависит от того того что решает что решает суд праздники тогда зависели если вы учите дневной лист талмуда вот учился такт отъема и на его втором листе на стороне б то суд говорит что там обсуждается такой такой вопрос можно ли переносить экстраполировать некоторые законы между праздниками шмини ацерет и ем кипуром и там на каком-то этапе обсуждения гмара говорит что на самом деле может быть нельзя потому что перед шмини ацеретом есть какой-то то что называется святостью то есть семь дней праздника суккот которые наделены некоторой святостью а перед ем кипуром святости никакой нет потому что это просто один день посреди недели или вообще в любой день недели и там то суд говорит что можно было бы сказать что на самом деле иногда во времена сейчас такого не бывает но во времена когда календарь устанавливался устанавливался по решению бедина могло быть так что шаббат приходился накануне им кипура и таким образом получается что и передем кипуром есть какой-то еще другой священный освещенный день на самом деле это не так потому что святость шаббата никак не зависит от решения суда святость праздника суккот напрямую от этого зависит и соответственно это как бы тот же уровень и тот же тип святости что и святость праздника шмини ацерет поэтому на самом деле нельзя нельзя делать такого переноса просто мне кажется что это явление того же порядка да здесь рабе лезер говорит что что-то подобное что святость шаббата это что-то отдельное от святости праздников которые устанавливает суд это например видно в праздничной молитве вот недавно в предпоследний день песаха 7 в седьмой день песаха это был шаббат и в центральной центральном благословении молитвы завершающая часть была макадеш а шаббата и сараель вазманим да то есть сначала мы говорим что бог освещает шаббат потому что это что-то как бы вне человеческой независимо от человека затем еврейский народ и затем праздники то есть освещение праздника зависит от решения суда освещение шаббата за не зависит нет чего зависит от нас по крайней мере вот такой вот приводит рабе лезер следующий то на рабе ушла он привод приводит другой налоги откуда видно что умр отчитывается от второго дня песах он будет что это похоже на отсчет дней в месяц и да как примерно понятно откуда считается месяц или наоборот примерно понятно когда кончается хотя в зависимости от решения суда там может быть небольшая разница там один или два дня но примерно понятно когда он начинается как объясняет раша или когда он кончается как объясняет тос вот в одном из объяснений в эту сеге то есть в любом случае важно как это фиксированная дата и примерно понятно когда будет живот и когда когда начинается отсчет омара и когда будет новомесячий когда заканчивается месяц очень также понятно как когда примерно будет живот и соответственно поскольку нужно читать 50 дней примерно понятно когда нужно начинать считать и это должен быть именно второй день праздника песах 3 титана это рабе ишмаэль он говорит что нет на самом деле даже это доказательство не нужно приводит другой довод он говорит что жертву омер известно да с этим никто не спорит этим даже будет усея не спорят англий что жертву омер нужно приносить в начале песаха в праздник живот приносит другую хлебную жертву другую минху который называется что я лехом это такие на самом деле не совсем жертвоприношение такие квасные хлеба в отличие от большинства других жертв которые были мацой то есть не заквасившимся хлебом вот эти вот два хлеба подносили к жертвеннику производили там не определенные манипуляции в общем как бы то ни было он говорит что вот у нас есть одна хлебная жертва из другая хлебная жертва и подобно тому как что я лехом вот эти вот два классных хлеба приносится в первый день праздника живут на самом деле в единственной точно так же и омар приносится в начале соответственно отсчет тоже тоже должен начинаться оттуда не понятно что такое жертву которая приносится в первый день живота потому что тогда он был один как объясняет тос вот там имеется ввиду что какие-то жертвы можно было если не успели их принести в живот можно было приносить еще шесть дней после этого называется ташумин то есть восполнение пропущенных жертв по этой причине например во многих общинах не читают таханун еще шесть дней после живота получается что как бы в каком-то смысле праздник длится еще шесть дней поэтому действительно можно сказать что вот сам праздничный день живота это начало праздника точно также отчет омара начинается сначала песок и никак не связан с шаббатом и наконец 4 то на в это барайте рабил юда бен бетейра он говорит что нет на самом деле он делает это даже на самом деле фейси доказательства тоже не годятся можно сделать где руша ву то есть экстраполировать закон с помощью какого-то словесного подобия почему потому что прошивот на самом деле тоже написано слово шаббат да написано что мир нужно читать 1 махарата шаббат ашвид на эти спирюху мыши мем да то есть считайте 50 дней до дня следующего за седьмым шаббатом то есть за окончанием седьмой недели отсчета понятно что как здесь имеется ввиду на самом деле не шаббата йомтов также и в стихе с которого мы начали имеется ввиду на самом деле не шаббата йомтов то есть это написано как бы в переносном смысле вот такие вот доводы это все до сих пор было опровержение мнения байтусеев после этого гмара приводит еще одну барайту параллельно очень похожую там тоже представлены четыре мнения танаим но уже независимо от вот этого изначального повода спора романа йоханн бензакая с отрицателями вкусной традиции тоже очень похожие четыре довода рабби оси бен юда говорит что я скажу вкратце он говорит что поскольку заповедь отчитать 50 дней то нельзя сказать что их нужно отсчитывать настоящего шаббата то есть седьмого дня недели почему потому что тогда получается что между песоком и шивотом не всегда будет ровно 50 дней второй довод тоже рабби удобно бетейра но только здесь он приводит не тот же довод который приводил в первой барайте а довод который там приводил в рабби лезер что нужно чтобы этот отсчет начинался с даты которая зависит от решения суда рабби оси приводит может быть самый парадоксальный аргумент да он говорит что если уж вы хотите придерживаться буквального значения того что написано в стихе то вот в стихе написано отсчитывайте от шаббата в году 50 с лишним шаббатов поэтому вообще непонятно откуда отсчитывать с чего вы взяли что этот стих говорит о шаббате после песок и да может быть по контексту получается так но если мы совсем игнорируем контекста давайте будем отчитывать как от какой-нибудь случайного шаббата и второй довод который он приводит это такая же взяла шава как вот так что привел рабби удобным бетейра в первой барайте и наконец довод рабби шимона бен лазара он сложной системы доказательств в общем он доказывает сопоставляя разные стихи что отсчет должен начинаться тогда же когда зажигают колоссе для омера и приносит их то есть понятно что речь идет про второй день праздника песок это вторая параллельная барайта казалось бы да очень похожая только бы тусеев не уже не участвует и и после этого после этих двух споров то на им то есть более ранних мудрецов мудрец права то есть уже более поздний вавилонский амора анализирует оба этих спор он говорит что только два последних мнения в каждой из этих барает кажутся ему неопровержимыми то есть мнение рабби и шмаэля который сравнивал законы номера и законы что я лихом в шивот и мнение араби иуды бен бетейры который провел такую словесную параллель и вывел из нее закон в первом барайте и во второй барайте соответственно второй ответ рабби оси то есть опять где раша во словесная параллель и доказательство сложное доказательство раби шимона бен лазара что отсчет должен начинаться тогда же когда приносит жертву то есть во второй день песоха нам как будто не было вот мара заканчивает это обсуждение таким таким анализом что как мне кажется отсюда видно во первых у нас есть две параллельные на первый взгляд практически абсолютно идентичные барайты в которых разные ты на им приводят примерно одни и те же доводы фактически единственная формальная разница между этими барайты в том что первое это ответ будет усеем вторая это в какой-то внутренний спор мудрецов но больше по сути ничем они не отличаются в обоих случаях это какая-то серия доводов которые основаны на вот таких привычных методах толкования торы и кишка сравнение взира шава то есть словесные параллели с которой извлекается какой-то другой закон примирение двух на первый взгляд противоречащих друг другу стихов и так далее то есть какой-то абсолютно нормальное талмудическое обсуждение на любом листе талмуды есть что-то подобное и любопытно что и во внутреннем споре между собой где понятно что все принимают эти методы толкование во внешнем споре который казалось бы должен был был убедить бы тусеев в правоте еврейской традиции в истинности еврейской традиции мудрецы пользуются фактически одними и теми же методами и более того после обеих этих барает догмара приводит такой анализ ровы да какие из этих доводов сильные какие можно опровергнуть то есть и 1 барайта которая казалось бы была просто реакции на внешний раздражитель на мнение бы тусеев на самом деле воспринимается как что-то абсолютно нормативное как какой-то текст который заслуживает такого же анализа как и любой другой талмудический спор да и и при этом мы ничего не знаем о том что ответили бы тусеи после того как робан йоханн бензакай разгромил вот этого глупого болтливого старца да гора его высмеял высмеяла приведя его какой-то его начать кипертрофировано бессмысленный аргумент однако затем бы тусеи как бы устранились из дискуссия и в общем по сути стало такой же дискуссии мудрецов в своем кругу поэтому мировые и анализирует так же как и любую другую дискуссию на самом деле там если вы посмотрите в тексте гмары там есть такая вставка в скобочках simon это это позднейшая вставка редактор в горы поздних савара им такое мнемоническое правило в каком порядке приводятся доводы там написано что тарабеля заговорит то то значит и еще какие другие то на им говорят то то если не совсем понятно почему эту вставку поместили именно там то есть после эпизода рабана йоханна бензакая разговора рабана йоханна бензакая и бэтусим казалось бы нужно было поместить в начале потому что как мы видим из анализа ровы он считает что вся первая часть этого спора от мнения бэтусеев то где реша вы робеют юды бен бетер это одна пара это потому что она анализирует ее целиком то есть мы видим что это два параллельных текста вот от начала до конца и поэтому понятно почему они вставляют этот симон не в начале ты барай так посередине не знаю понятно и возникает вопрос зачем здесь если если все это так непонятно чем есть вообще нужны были бэтусеи можно было бы просто привести две параллельные барайты что в море бывает вплошь и рядом примерно одинаковые с примерно одинаковыми доводами с каким-то небольшими отличиями но тем не менее моря почему-то важно подчеркнуть здесь именно этот вот риторические приемы именно этот контекст и в общем это тем более непонятно потому что очевидно что все эти доводы на им очень сложные предельно далекие от простого смысла текст описания и в общем явно они не должны были произвести никакого впечатления на людей которые признавали только его простой смысл и полностью отрицали какой бы то ни было устную традицию вот это первый источник второй источник в трактате рувин почти в самом конце на листе 101 а там тоже приводится разговор таны раби ушел бен ханани с мином то есть вероотступником тот подходит к нему видимо и говорит называет его хитка то есть это колючий кустарник да почему так и называют пытается вы видимо оскорбить или задеть почему он использует именно это слово потому что он говорит как он говорит вот написано о вас в книге пророка мехи на в 7 главе 4 стих написано что лучший из них как хедок то есть как какой-то колючий кустарник и вот из этого мы видим что на самом деле еврейский народ пришел в упадок если даже лучше его представители как какая-то жалкая колючка то что уж говорить не о лучших представителях и казалось бы вот на этом вообще все еврейская история должна закончиться бог не должен любить таких людей и так далее на это раби ушел бен ханани отвечает ему безумец дочитать до конца стиха в том же самом стихе написано что самый самый прямой человек в еврейском народе как какая-то изгородь из кустарника а что же тогда значит вот этот вот мнимый упрек что лучшие люди как колючки подобно тому как изгородь защищает какие-то бреши и пробоины в заборе какой-то куст который там посадили зачем закрывает эту пробоину также и лучшие люди в еврейском народе на самом деле заслоняют собой вот эти вот бреши да вот такой вот диалог мне кажется что здесь гмара еще более гротескно подчеркивает какую-то риторическую несостоятельность этих вот спорщиков которые признавали только простой смысл писания почему потому что казалось бы да вот этот вот вы отступник прекрасно знает текст пророков апеллирует к ним но на самом деле раби ушел бен хана не выставляет вопрос дураком потому что он отвечает ему что ты процитировал только один кусок на вот прочти дальше следующая же фраза полностью переворачивает смысл твоего аргумента да то есть это такое видим как свойственно книгам пророков такой параллелизм до первая часть стиха используют какие-то более общие термина до что лучшие люди как колючки вторая часть к и более специфические более сильные термины самые прямые как колючий изгородь книга джеймса кугела мне кажется она не выходила в книжниках какие другие книги вы выходили на книге целая книга посвященная вот структуре таких параллелизмов в тонахи некоторые из них устроена таким образом да что сначала дается какое-то более общее как более риторические слабое понятие во второй части вот этой параллельной конструкции какой-то более специально и более сильным как бы то ни было в общем браби ушел бен хана не как бьет этого вероотступника на его же поле он говорит что если ты хочешь апеллировать к стихам в книгах пророков в пророков хотя бы дочитай до конца то что то на ты ссылаешься и на первый взгляд может показаться что здесь мы тоже имеем дело с разговором о простом смысле стиха и снова как и в обсуждении в так стать именно ход который мы разбирали до этого мудрец высмеивает вероотступника который с одной стороны до адепт буквального чтения не признает никакие традиционные методы толкования с другой стороны просто не понимает даже простой смысл текста настолько что он не в силах прочитать следующий кусок стиха на который ссылается но на самом деле здесь не так просто если открыть этот стих в книге пророка мехи можно увидеть что абсолютно очевидно что в этом споре прав вероотступник в своем толковании потому что на самом деле вся вот эта седьмая глава это жалобу жалобу пророка на то в каком жутком упадке прибывает еврейский народ это понимали так абсолютно все эти стихи из этой главы цитируются в кино то например на 9 а вода искали так и киналина или да это то есть начинается это глава увы мне до восклицает пророк вот сам этот стих о котором спорят бишу бенхана нет вероотступник цитируется в слиход на я минура им не помню какой день какой-то и он еще он цитируется в последней главе в мишне трактата сота где тоже говорится со стадиях упадка еврейского народа после того как там умерли такие-то мудрецы вот там случилось что-то ужасное после как умерли мудрецы следующем поколении совершилось что-то еще более более ужасное и там мишна приводит разные стихи которые об этом свидетельствует том числе вот этот стих до из книги пророка мехи то есть очевидно что это те говорит ровно про это они про что-то такое оптимистическое и приятное про что он говорит по мнению рабе ушел бенхана не более того ни один комментатор насколько неизвестно пока не рекомендатор простого смысла не не торгум юнатана то есть это тоже время мишны ранний текст не раши не радак никто то есть они не просто не толкует этот стих в таком переносном далеком от простого смысла понимание но и вообще даже не ссылаются на это обсуждение в трактате ирувин то есть абсолютно всем очевидно что рабе ушел бенхана не как-то настолько далеко уходит уходит от пшата что в общем даже ссылаться на это не стоит и поэтому на самом деле очевидно что здесь мы тоже имеем дело с доводом который никак не смог не смог бы убедить не только его оппонента но и вообще кого бы то ни было да если он не убедил всех пока не мере средневековых комментаторов до которые на него не ссылаются и возникает тот же вопрос непонятно зачем пробившего бенхана не в этом споре ставит себя такую простую ловушку если даже еврейские абсолютно мейнстримные традиционные комментаторы считают что это толкование не нужно приводить в комментарии на этот стих тоже мы сталкиваемся здесь с проблемой наконец третий источник это иерусалимский талмуд в тактате проход в последней главе довольно длинное обсуждение на не будем его все читать там рассказывается о том как какие-то тоже вероотступники миним да не очень понятно опять же кто это именно был ну какие-то видимо судя по их вопросам возможно какие-то ранние христиане тоже они спросили раби семлая первый вопрос на сколько богов сотворила мир они спрашивают почему почему их вопрос потому что слова бог вы вредите обозначается несколькими словами одной из них этой луки да то есть слова которые грамматические стоит во множественном числе поэтому они хотели подловить его и спросить вот как же так написано и луки почему же вы считаете что бог один может быть их было несколько при сотворении миру свои сотворение мира раби семлая ответил им тоже попытался их вы смеете он сказал мне вы не спрашиваете не меня спросите первого человека потому что вот в книге дворим написано бог элуким создал человека на земле написано глагол стоит в единственном числе создал они создали зависит из того что глагол согласован существительным так мы видим что на самом деле это некая единая сущность тогда они спросили его как же вот зачем ты ссылаешься на книгу дворимы хотя казалось бы первый стих торы до бюджет барай лукин а то там тоже было это тоже глагол стоит в единственном числе он им ответил значит совсем понятный ответ тут комметатор спорит о его значении ну в общем он он им ответил что дать что дать да действительно и здесь тоже этот глагол написано в единственном числе просто нашел привести какой-то более далекий источник как бы то ни было после этого раби символа символа и говорит что такое общее правило это резюме его метода общения с вероотступниками он говорит что везде где они задают какой-то такой крамольный вопрос подрывающий основы веры стоит искать ответ рядом то есть где-то в том же стихе или в том же рассказе и дальше после этого гмара приводит еще несколько похожих диалогов например вот эти минимум вероотступники спрашивают его почему написано сотворим человека по образу и подобию нашему казалось бы да опять из этого видно что богов несколько он отвечает что дальше написано бог создал человека по своему образу на то есть опять в единственном числе из этого мы видим что на самом деле это просто видим такая как это особая форма но в действительности понятно что это было бы какая-то единая сущность но теперь как мне кажется главный point этой истории после этого ответа мара говорит что к раби символа и пришли его ученики и спросили вот еретикан ответил так парировал их попытку подловить тебя вот так а нам то что ответишь да ему отвечает что на самом деле здесь написано множественное число вот в первом стихе что бог создает что бог создавал человека по образу и подобию нашему потому что на самом деле в создании человека участвуют как бы отец мать и бог то есть это три сущности тоже это его мнению это он он же высказывает эту идею в трактате не до известная года в тактате не до еще несколько таких примеров мой любимый они спрашивают и стики спросили почему в стихии из книги 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 шаяу написано говорится о боге тремя терминами да написано келли луким хм видимо не имели ввиду что речь речь идет о троице обе силы ответил им что дальше-то на посмотрите написано дальше то есть фактически тот же ответ который давал рабе уши у бен хана не следующее слово да он знает в единственном числе из этого мы опять видим что это согласование грамматической здесь первично если глагол стоит в единственном числе значит понятно что подлежащие в этом предложении тоже в единственном числе до ученикам он ответил когда не спросили бы о том же что на самом деле такая интересная мысль да это то же самое что называть правителя басилевские сырье августа да то есть видимо который римский правитель который носил разные титулы но при этом был физически одним человеком точно также бог один но просто писание и пророки называют его разными именами иногда одновременно видимо в каком-то перечне титулов то есть в отличие от двух первых текстов и да да и там этот разговор еще продолжается там приводится еще несколько примеров но это просто такая выборка и в отличие от двух первых текстов здесь мы видим как мне кажется прямо противоположную стратегию разговора с оппонентами да если ты наим из судьи в миноход и рабе уши бен хана не в рубин давали оппонентам какие-то ответы которые фактически никак не отвечали не отвечали на их вопросы никак не могли их убедить и были максимально далеки от простого смысла стихов которые они пытались истолковать видимо чтобы показать что этот разговор они не могли всерьез вести вот в таких вот рамках то рабби simline напротив дает оппонентам мне кажется очень интуитивно понятные ответы примерно те ответы которые я думаю что дал бы каждый человек сейчас если бы меня не провокативно спросили а просто интересуюсь спросили например человек это начинает учить и в рит спросил почему бог в торе часто на американском числе но ябо ответил что возможно это такая почтительная форма которая однако согласуется с глаголом в единственном числе и чего видно что самом деле это когда это единая сущность или почему написано три имени бога я бы тоже сказали что это просто три разных титула и действительно дальше написано что он знает бизнес на числе да из этого видно что это просто тройное наименование как бы вот одной должности да точно так же как римского правитель называют разными титулами хотя по сути это один человек но поэтому мне кажется самое удивительное в этом обсуждении это то что ученикам этот простой грамматический ответ кажется недостаточным и что еще более удивительно у них на самом деле тоже возникает ровно тот же вопрос что увер отступников крамольный да почему если мы верим в одного бога почему может показаться что на самом деле он не один и и мраби символай наоборот отвечает какими-то очень далекими от простого смысла такими полагодическими или даже не полагодическими трактовками что мне кажется объединяет эти три случая в минаход руины в ирушалме брахот которых представлены вот эти разные стратегии разговора это то что на самом деле вопросы стукин бы тусеев мир отступников вообще кого угодно любых оппонентов конечно может быть крамольная и подвергают сомнению самые основы веры первую заповедь да что бог иди нужно знать что что он есть что один и так далее при этом буквально эти же вопросы возникают и очень у учеников раби симлая и у танаим во второй барайте в минаход до которые уже без всякой связи с звуки обсуждали в общем ровно тоже тот же самый вопрос а вот куда собственно известно что сфера таомар отсчитывается со второго дня песок они с шаббата как могло бы показаться и у более поздних комментаторов средневековых до в ирувин который очевидно в комментаторах на книгу пророка михи которые очевидно не ссылаются на эту гумору в трактате ирувин потому что считают что она не объясняет смысл этого стиха почему-то это напомнило мне есть известное обсуждение в трактате санедрен в последней главе известный пирог хелик до глава тех у кого есть доля в будущем мире там в списке людей у которых и нет на которые мне попадут в будущий мир и упоминаются люди которые не верят что в торе сказано о том что мертвые воскреснут и естественно гора немедленно начинает выяснять а где же собственно вторе сказано что мертвые воскреснуть в конце времен и там есть несколько тоже довольно далеких от простого смысла объяснений где вторе это написано но само то что во первых задает этот вопрос во вторых дает на него много разных не всегда очевидных ответов свидетельствует о том что этот ужасный до крамольный вопрос казалось бы мишна говорит что у людей которые сомневаются в этом нет доли в будущем мире тут же мара начинает сомневаться да очевидно что этот вопрос тем не менее возникал у самих мудрецов и кстати в медраж сифри на книге бамид бары дворим в по-моему все free на главу вызовут обраха если ничего не путаю книги дворим написано что на самом деле намек на воскресенье мертвых содержится в вообще в любом стихе торы просто мы не умеем их толковать видимо это отвечает на вопрос почему гмараф так эти сан-эндриден дает столько разных толкований да потому что на самом деле можно было выбрать вообще любой стих и показать как он связан с воскресенье мертвых просто ну мы не всегда знаем где этот намек закодирован а второй текст который мне вспомнился в связи с этим это медраж михель то на книгу шмот на 10 заповедей такой длинный медраж там очень подробное обсуждение того что значит каждое слово в 10 заповедях там есть очень частотная риторическая фигура фигура мысли может быть да что в 10 заповедях заповедях написано что-то чтобы как говорит мидра чтобы оппоненты этой точки зрения не раскрывали рта утверждая обратно например вот написано в 10 заповедях я господь бог твой чтобы другие народы которые поклоняются идолам не раскрывали рта это статы из книги хэскеля да и не утверждали что на самом деле богов несколько то есть понятно что эта фраза лежит где-то на границе такой стертой фигуры речи и какой-то осмысленной единицы текста понятно что это не настоящий диспут здесь но при этом это заповедь написано чтобы исключить чью-то потенциальную мысль а например множественности богов и там вот буквально эта же фраза повторяется по разным поводам по моему 6 или 7 раз в этом мидраше на 10 заповедей и я думаю что вот все это как раз отвечает на вопрос почему как с которым нас оставили три текста которые мы разбирали зачем вообще нужно записывать разговоры с садукеями бы тусеями вероотступниками кем угодно кто не верит в устную традицию потому что на самом деле их вопросы это по сути вопросы толкователя простого смысла писания в отрыве от устной традиции или в какой-то слепотек ней то есть если вы действительно помимо откроете сейчас читают книгу вы и краю мидраж на книгу вы играет называется туратку аниме если вы откроете этот мидраж практически на любой стих книги вы игра там на самом деле будет примерно такой комментарий вот там вторе написано приносить принесите такую жертву можно было бы подумать что для этой жертвы годятся такие ты такие-то виды животных а чтобы мы так не подумали в каком-то другом месте написано что вот там приносите только определенные виды животных что-то такое очень частотная структура в этом мидраше мне кажется что вот это вот можно было бы подумать да это то что называется хавамина то есть какое-то изначальное предположение мидража это и есть вопрос садукеев и байтусеев и всяческих вероотступников в минахот и в ярушал мебрахот и к и мне кажется мы увидели во всем этом обсуждение на самом деле эти вопросы вполне легитимные они могут возникать у самих мудрецов но почему тогда мудрецы высмеивают оппонентов которые задают те же вопросы которые возникают у них самих и почему в талмуде как мне кажется по моему опыту распространена более вот это вот первая стратегия которым увидели в двух первых источников до высмеивания и какой-то изоляции себя дальнейшие от вопросов оппонентов видимо потому что вот этим вот изначальным за этим изначальным предположением за этим мы могли бы подумать можно было бы подумать если опираться только на то что написано в самом тексте тор и за этим на самом деле всегда следует некое добавочное утверждение какой-то хедуш что-то новое да что почему можно прийти только опираясь на устную традицию дальше что нельзя самому вывести из текста тары не имею ввиду вот ее устной традиционной части которую естественно садуки и будет усея отрицали поэтому мне кажется очень понятно зачем гамаре вообще нужны эти споры зачем она иногда упоминает такие ситуации конфликта да они показывают какой бы тора была безжизненной и противоречивой и лишенные вот этих вот всех добавочных сведений добавочных хедушей если отрицать устную традицию даже можно было бы действительно в общем представить видимо ту же самую мысль и без байтусеев и садукеев и вероотступников просто в каком-то обычном формате талмудического текста где вот есть а вами на то есть изначальное предположение какое-то обсуждение до маскона завершая как бы окончательный вывод из обсуждения но мне кажется гмара таким образом как бы делает вот это вот нормальную схему талмудического обсуждения более живой и показывает альтернативу малоприятную альтернативу мировоззрению мудрецов которую воплощают вот все вот эти вот вероотступники спасибо за внимание